Алексей Юрьевич Целлариус. «Собака. Полное руководство по дрессировке и уходу». Читает Константин Корольков. Моей жене Елене Целлариус. С любовью и благодарностью. Предисловие. Когда автор этой книги был мальчиком, собак держали немногие, в основном охотники. Некоторые энтузиасты держали служебных собак, главным образом овчарок. Именно овчарок, поскольку в те времена литература и кино были наполнены повестями, рассказами, фильмами о милиционерах и пограничниках, плечом к плечу с которыми действовали самоотверженные овчарки. Ну а что касается декоративных пород, то они особенно в небольших городах вообще были диковинкой. Сейчас в каждом подъезде многоквартирного дома живет как минимум одна семья, владеющая собакой, а то и две семьи, и три. Соответственно, интерес к книгам про собак существенно вырос, и этих книг ныне великое множество. Зачем же нужна еще одна книга? Дело в том, что как возросло число собак, так выросло и число проблем, с которыми сталкиваются их владельцы. Причем проблемы эти в большинстве случаев касаются не содержания собак и даже не их здоровья, а их поведения. Непослушная собака, агрессивная собака, пугливая собака. С такими чертами характера своих любимцев сталкивается очень много людей. И если раньше владелец мог получить более или менее профессиональный совет в клубе собаководов или в своем отделении ДОСААФ, все служебные собаки были фактически военно обязанными и обязательно регистрировались, то ныне получить толковую консультацию по воспитанию и обучению собаке гораздо труднее. Подавляющее большинство современных книг про собак – это справочники, содержащие сведения о многообразных собачьих породах, их особенностях и происхождении. Реже встречаются книги о содержании собак и уходе за ними, а вот книг о воспитании и обучении совсем мало. В этой книге есть сведения о содержании собак и о том, как собаку выбрать, и об особенностях основных породных групп. Но главное место в ней занимает рассказ о том, чем собачья личность отличается от нас, что такое собачий характер, как и из чего он складывается, как можно попытаться его изменить и чему можно и нужно обучить свою собаку. Теперь необходимо сказать несколько слов о том, как автор подходит к воспитанию и обучению собак. Так вот, всякая собака – личность, причем личность порой очень непростая. В области разума собака уступает человеку на огромную дистанцию, хотя мне кажется порой, что лабораторные эксперименты собачий ум недооценивают. Но вот что касается памяти, чувства, эмоций, то здесь собака отличается от человека очень немного. Иными словами, собака отчасти похожа на ребенка, преобладанием чувств над разумом, а каждый знает, как непросто формируется характер ребенка. С собакой, конечно, намного проще, но тоже довольно сложно. Однако при чтении и прослушивании этой книги у вас частенько будет возникать ощущение, что автор относится к собаке не как к личности, а как к автомату, у которого вся психика состоит лишь из безусловных и условных рефлексов. Почему? Дело в том, что высшие области собачьей психики изучены очень слабо. Плохо известны не только собственные психические процессы, но и процессы чисто физиологические, которые определяют, скажем, силу нервной системы или подвижность нервных реакций. А подход к собаке как к своего рода автомату уже многие десятилетия доказывает свою эффективность. И особенности этого подхода – конкретные методы и приемы – выработаны и отшлифованы поколениями дрессировщиков – егерей, натащиков и проводников служебных собак. Но не забывайте, хороший дрессировщик не просто тупо применяет конкретные методы, довольно подробно описанные в этой книге, но старается учесть и все остальные стороны собачьей личности. Для этого нужно не просто любить свою собаку, но и стараться ее понять. И моя книга предназначена еще и для того, чтобы хотя бы отчасти облегчить вам это понимание. Важно помнить еще о том, что как нет двух совершенно одинаковых собак, так нет и двух дрессировщиков, взгляды которых бы полностью совпадали. Существуют разные школы дрессировки. Очень многие профессионалы, особенно те, кто имеет дело с собаками служебных пород, придерживаются гораздо более жестких методов воспитания и обучения. Моя мягкость обусловлена, вероятно, тем, что я близко знаком главным образом со зверовыми собаками, терьерами и лайками, и с собаками-пастухами, алабаями. Собаки эти весьма самолюбивы, сильны и неуступчивы. Чтобы их согнуть жесткими методами, нужно быть действительно жестким. При этом велик риск собаку сломать. А сломаны они никакие работники. В самостоятельности чувство собственного достоинства – основа их характера, с ними прямо связаны их рабочие качества. Но вообще надо сказать, что среди собак всех пород есть такие, для которых более эффективны жесткие методы, и такие, с которыми предпочтительно обращаться помягче. Собственно, на этом предисловие можно было бы и закончить. Но я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить тех, чьей помощью и поддержкой я пользовался на тернистом порой пути собачника и при написании этой книги. В первую очередь, это моя жена, Елена Целариус. Кроме того, в течение многих лет я бессовестно пользовался знаниями и бескорыстной помощью Марины Анатольевны Дыкань, Андрея Дмитриевича Паяркова, Ольги Олеговны Тарасовой и Юрия Генриховича Меньшикова. Соратник, друг или слуга? Кто был предком домашней собаки? Домашняя собака, ее зоологическое имя Канис Фамилиарис, имеет немало близких родственников, вместе с которыми она составляет род Канис. В русской зоологической традиции принято называть этот род родом волков, хотя правильнее было бы называть его родом псов, поскольку Канис по латыни собака. Волк – люпус. Я не буду вдаваться в тонкости зоологической систематики, это уведет нас слишком далеко в сторону. Поверьте мне на слово. Палеонтологические, анатомические, генетические данные говорят, что у предков собаки следует искать только среди членов рода волков. Никакие другие псовые на эту роль претендовать не могут. Родом зоологи называют группу близких по происхождению видов. Род Канис относится к семейству псовых, семейства объединяют близкие роды. Отряда хищных, отряд – группа родственных семейств. В семейство псовых, помимо рода волков, входят роды лисиц, красных волков, гривистых волков, гиеновых собак, енотовидных собак, песцов, феников, серых лисиц, южноамериканских лисиц и кустарниковых собак. В род волков из ныне живущих созданий, кроме собаки, входят несколько видов шакалов, койот, американский рыжий волк, не путать с красным, и, хорошо нам всем знакомые, хотя бы по детским сказкам, волк серый. Большинство зоологов уверены, что предком домашней собаки был серый волк, и только он. Споры в основном идут вокруг того, какая географическая раса волков стала предком собаки. Европейская, азиатская или волка одновременно приручили в разных местах. Одно время пользовалась популярностью версия происхождения домашних собак от обыкновенного шакала. Койот в качестве предка собаки не рассматривался вообще, поскольку считался коренным американцем, тогда как собаку человек впервые приручил в Старом Свете. В этом не было и нет никаких сомнений. Серый волк свободно скрещивается с собакой, потомство таких браков весьма живуче и плодовито, ничуть не уступая во всех отношениях своим родителям. По строению хромосон, а это очень важный признак, собака намного ближе к волку, чем любой другой вид ныне живущих членов рода Канис. О близком родстве волка и собаки человечество знало испокон века. Собак в некоторых местах, особенно на севере, намеренно вязали с волками, чтобы улучшить породу. Сибирские лайки, например, несут в себе изрядную долю волчьей крови. Да, в общем, на севере для этого не требовалось никаких специальных усилий. До сих пор в сибирских деревнях все лето лайки предоставлены сами себе. Лето – это как раз тот период, когда матерые заняты только что родившимися волчатами, а молодые члены стаи бродят сами по себе. И оставшиеся без присмотра молодые волки-самцы отнюдь не прочь затеять интрижку с сукой, которая, пользуясь каникулами, уходит порой на десятки километров от дома в поисках пропитания и развлечений. А вот что касается шакалов, то естественные гибриды этих псовых с домашними собаками неизвестны. Неизвестны попытки каких-либо народов специально вязать шакалы с домашними собаками. Вопрос, однако, не так ясен, как хотелось бы. Дело в том, что в недавнем еще прошлом на просторах Евразии обитало около десятка ныне вымерших видов волчьего рода, среди которых были как достаточно крупные волки, так и более мелкие шакалы с койотами. И все они, как и современные представители рода, обладали типичной собачьей внешностью. Род Канис сравнительно молод, ему около полутора миллионов лет. А в молодых родах довольно обычные, как говорят генетики, плохие виды, еще не утерявшие способности к скрещиванию друг с другом. Некоторые ископаемые псы вымерли совсем недавно, 100, 50, 20 тысяч лет назад, то есть во времена, когда человек уже был человеком, изготовлял орудие и владел огнем. Так что предком собаки мог быть и какой-то другой ныне вымерший вид псов, близкий к современному волку. С практической точки зрения все это не очень важно. Гораздо важнее то, что предком собаки должен был быть именно волк, то есть зверь с типичным для серого волка обликом и, главное, складом характера и поведения. И почти наверняка таким предком не мог быть шакал или койот. Почему? Попробуем разобраться. В чем разница между волком и шакалом? Волки, шакалы и койоты имеют очень много общего и во внешности, и в поведении, и в образе жизни. Но между волком, с одной стороны, и шакалом, и койотом с другой, есть одно очень важное различие, важное для нас и бывшее еще более важным для наших предков. Различие это касается способов, которыми волки и шакалы добывают пропитание. Ворожденная склонность к тому или иному поведению очень важна, даже если вы просто дрессируете зверя, обучая его выполнять какие-либо трюки, как обучают медведя в цирке. Намного важнее эта склонность, когда речь идет не просто о дрессировке, а о совместной работе человека и животного, когда зверь должен самостоятельно и инициативно выполнять определенную роль в общем действии. Именно так до сих пор работают хорошие собаки – и охотничьи, и пастушьи, и служебные. К тому же очень сомнительно, что нашему волосатому предку могло прийти в голову заняться профессиональной дрессировкой. Скорее всего, первобытный человек просто приручал дикого пса и использовал его природные склонности, возможности, так сказать, в первозданном виде. А эти склонности у волков и шакалов разные. Главная волчья специальность – охота на диких копытных. На втором месте стоит заяц. Зимой, а в иных местах и летом, олени, лоси, кабаны, косули – главные кормильцы волков. Все эти животные бегают быстрее волков, изворотливы, сообразительны, многие из них сильны и неплохо вооружены. Волки давно бы вымерли с голоду, не будь они виртуозными мастерами коллективных охот. Гон с подставой, нагон на засаду, гон по фронту с выявлением слабейших, загон в тупик или налет – всеми этими приемами волчья стая владеет в совершенстве. Охота такого рода требует незаурядного ума, умения быстро на ходу принимать решения, великолепного знания местности и повадок жертвы. Но главное – она требует порядка, сплоченности и взаимопонимания. Дисциплина в нормальной стае царит безукоризненно, и причем держится она не столько на страхе перед матерыми, хотя нарушитель вполне может получить и взбучку, сколько на лояльности рядовых членов стаи к вожакам и на стремлении угодить им. Конфликты в стае очень редки и практически никогда не проходят в форме драки. Волки делятся друг с другом пищей, причем не только старые опытные с молодыми, но и наоборот. Правда, так обстоит дело не всегда. Подробнее о поведении волков я расскажу в другом месте. Пока же нам важно то, что волку присущи четыре очень важные особенности. Лояльность к вожаку, склонность добровольно подчиняться строгой дисциплине, взаимовыручка, умение в сложной обстановке коллективной охоты координировать свои действия с действиями других участников. У шакала все эти особенности выражены гораздо слабее. Основная добыча шакала – мелкая живность. На крупную дичь шакал практически никогда не охотится, и особой необходимости в вожаке, дисциплине и взаимовыручке у шакалов просто неоткуда взяться. Конечно, как и большинство других псовых, шакалы очень доброжелательны друг к другу. Пары шакалов, как и волки, сходятся на всю жизнь, и дети долго поддерживают с родителями теплые отношения. Но охотятся шакалы обычно поодиночке. Иногда пары – и самец, и самка. И лишь в очень редких случаях охота ведется группой из нескольких особей. Но эта группа не волчья стая. Она складывается случайно в силу обстоятельств и распадается сразу после охоты. Пара шакалов во время охоты, конечно же, взаимодействует. Например, звери обходят колючие заросли, в которых затаилась дичь с двух сторон. Но от такого взаимодействия до слаженной игры волчьей стаи довольно далеко. Похоже на шакала в этом отношении койота. Очень вероятно, что шакалием характером обладали и вымершие члены рода, населявшие Евразию. Во всяком случае, большинство из них было заметно мельче серого волка, и, следовательно, вряд ли они были профессиональными охотниками на крупную дичь. Как волк стал собакой Когда около ста тысяч лет назад наши предки проникли из Африки в Европу, в то время весьма суровый край, их вооружение было пригодно в основном для ближнего боя. Во всяком случае, копий с каменными наконечниками люди в те времена еще не использовали. О луке и стрелах и речи не было, до их изобретения оставалось еще около 70 тысяч лет. Тщательно отделанное каменное орудие тех времен — это, по нашим меркам, различные модификации ножа. Для разделки туши они очень удобны, но охотиться с таким оружием на крупную дичь трудно. Однако без мясной пищи в те времена и в том климате обойтись было невозможно. Очень похоже на то, что основным источником мяса для наших предков была падаль и остатки добычи хищников. И очень вероятно, что главными кормильцами людей были волки. Отогнать от добычи прайта львов, ну, можно, конечно, попробовать, но сами понимаете. Связываться с медведем тоже удовольствие маленькое. Тем более, что медведи и бурые, и черные, и еще в большей степени вымершие пещерные существа по преимуществу травоядные. Охотиться редко, с ними сыт не будешь. Леопард тоже есть проблемы. А вот поживиться добычей волков для группы людей вполне по силам. Я это знаю на собственном опыте. Когда около 40 лет назад я в одиночку работал в глухих районах пустынных предгорий на юге Туркмении, иногда по полтора-два месяца не имея связи с желухой, мясо мне поставляли волки. Достаточно было лунной ночью просидеть с биноклем несколько часов на сопке и выяснить, к какому из немногочисленных родников направляется волчья компания. На рассвете на этом роднике обнаруживались остатки архара или джейрана, и уж пара килограммов свежего мяса там почти всегда оставалась. Большинство зоологов сходятся в том, что человек приручил собаку не позже, чем 18-20 тысяч лет назад. Цифра 18-20 тысяч лет минимальная. Она основана на палеонтологических и археологических данных, на собачьих костях, найденных на стоянках первобытных людей. Однако кости, которые определяются как волчи, обнаруживаются на стоянках намного раньше. И не исключено, что это был уже одомашненный волк. Анализ собачьей митохондриальной ДНК позволяет предположить, что пути волка и собаки разошлись около ста тысяч лет назад. Так что, похоже, союз с волком человек заключил намного раньше, и связь с человеком и волком имеет очень древнюю историю. Замечательный зоолог Ясон Константинович Бадридзе, изучая волков в горах Грузии, приучал их к себе так, что они позволяли ему следовать за собой на расстоянии нескольких десятков метров. Это была очень непростая работа, требующая знания зверя, огромного терпения и такта. Но наши предки по необходимости должны были хорошо знать всех обитающих по соседству хищников, уметь себя вести при встрече с ними, и недостатком терпеливости явно не страдали. И очень может быть, что отдельные семьи охотников и собирателей владели каждой своей волчьей стаей, знали ее членов в лицо, знали все волчьи тропы, дневки и места охот, стаи, и постоянно кормились остатками ее добычи. Причем вряд ли это было нахлебничество чистой воды. Скорее, взаимовыгодный союз. Человек — существо сообразительное. Да и не нужно много ума, чтобы догадаться. Преградишь путь убегающему оленю, или спугнешь на затаившихся волков стадо сайгаков, и кусок мяса на ужин родным и близким обеспечен. Поскольку человек, как ни крути, намного умнее волка, то очень быстро он должен был стать ведущей силой союза, особенно когда он усовершенствовал свое оружие. Теперь уже волк служил загонщиком, а человек уделял ему часть добычи. Так что волк — первое, да и вообще-то говоря, единственное дикое животное, с которым человек вступил в содружество. Все остальные животные, превращенные в домашних, по сути пленники, и человек использует их точно так же, как в древности использовал пленников враждебного племени. Или заставляет работать на себя, или, откормив, просто съедает. Есть, правда, еще и кошка, но назвать союз кошки у человека содружеством язык не поворачивается. Кошка гуляет сама по себе, и еще со времен Древнего Египта одна из главных ее обязанностей — украшение дома. Собака же, потомок волка, совсем иное дело. Как складывались породы Ныне известно более 400 разных пород собак, и вряд ли в древности их было намного меньше. Что такое породистая собака? Это, прежде всего, собака, выведенная для определенной работы в определенных условиях. Формируются породы двумя путями. Дворняги. В каждой местности историй складывался свой особый тип универсальной собаки — просто собаки. Этот тип впитывал в себя все особенности местной жизни, как плохие, так и хорошие. Собака должна была соответствовать сложившемуся типу взаимоотношений между людьми, особенностям местного хозяйства, ну и, конечно, особенностям климата и вообще местности. Там, где собака не являлась предметом первой необходимости, отбор веками велся не только без всякой научной основы, но даже без отчетливого представления о цели отбора. Принцип такого отбора — отборковка худших, ни на что негодных собак. В результате складывалось то, что в русских деревнях называется дворовыми собаками, дворнягами. Например, скотч-терьер — потомок дворняг северо-восточного побережья Шотландии. До XIX века это была почти исключительно собака-фермера, не охотника, не пастуха, а именно мелкого землевладельца, и основной ее обязанностью была охрана двора и хозяйственных построек от мелких воришек, как двуногих, так и четвероногих. Очевидно, скотч, как всякая собака, сопровождал хозяина во время его охотничьих вылазок, но охотничьей собакой в точном значении этого слова не был. Свою главную задачу он видел, вероятно, в поддержании порядка вокруг дома. Недоверчивость к чужим усугублялась разбросанностью ферм и сравнительно низкой плотностью населения. Но и, вне всякого сомнения, на характер скотча наложил отпечаток шотландский национальный характер. Я в жизни не встречал, к сожалению, ни одного живого шотландца. Но, судя по Вальтеру Скотту, шотландцы — народ весьма упрямый, довольно суровый, к бурным проявлениям чувств несклонный, с чувством собственного достоинства и в немалой степени воинственный. Все это не могло не сказаться на шотландской дворняге.